Здравствуйте! В эфире город С и Татьяна Дмитриева. В Самаре прошел пятый юбилейный литературный фестиваль имени Михаила Онищенко. Кто принимал в нем участие, какой была атмосфера и какими стали итоги фестиваля, расскажут гости нынешнего эфира. Это председатель Самарской областной организации молодых литераторов, организатор фестиваля Денис Домарев, руководитель Центра поддержки развития чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки, сорганизатор фестиваля София Сарамятникова. Здравствуйте! И Екатерина Агеева, поэт и участник фестиваля. Здравствуйте! Денис, сначала предлагаю вернуться на пять лет назад. Скажите, почему Михаил Онищенко, почему возникла идея организовать фестиваль его имени, его памяти? В 2012 году Михаил Онищенко, наш замечательный самарский поэт, прозаик, по значению, наверное, он самарский по месту проживания, по значению он всероссийский, ушел, к сожалению, из жизни в ноябре 2012 года. Евгений Евтушенко говорил о нем, что это лучший подарок российским читателям за последние 30 лет. И, конечно, значение Михаила Онищенко для культуры, для литературы самарского края переоценить трудно. Ну, вот когда этот человек ушел из жизни, у нас практически сразу возникла идея, у нас, я имею в виду, Самарскую областную разнообразность у молодых литераторов, при поддержке Союза писателей Самарской области, организовать фестиваль в память об этом человеке. И буквально через год мы сделали такой фестиваль первый, и далее он стал ежегодным. Нас поддерживает Министерство культуры Самарской области, нас поддерживает Самарская областная универсальная научная библиотека. И вот вместе эти организации собрались для того, чтобы помнить Михаила Онищенко, чтобы помогать молодым поэтам и прозаикам развиваться, чтобы они могли в течение нескольких дней слышать и слушать мнения профессионалов от литературы, о своем творчестве и развиваться. Это очень важно для молодых литераторов. Скажите, пожалуйста, число участников растет год от года? Он становится популярным? У нас растет ежегодное число заявок, которые присылают участники. Дело в том, что у нас сначала проходит отборочный тур, когда со всей страны приходят заявки от молодых авторов от 18 до 30 лет. Со всей страны? В этом году было у нас 300 заявок, где-то порядка 20 регионов. Приехало к нам в итоге 50 человек. Это и самарские участники. Конечно, мы им отдаем приоритет, поскольку мы сами из Самары. Но и у нас были из 12 регионов России. Это и Москва, это Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ленинск-Кузнецкий, Ижевск, Казань. Все города даже сейчас не упомню. Ребята приехали из этих регионов на двое сло. География широкая. Это подтверждает то, что он востребован. Самое главное, чтобы фестиваль был не для галочки сделан, а чтобы ехали люди, молодые поэты. Софья, как давно вы включились в организацию этого фестиваля? С самого первого фестиваля, потому что мы друг без друга не можем, на самом деле, как организации. Также мы входим в комитет по сохранению наследия Михаила Онищенко. То есть фестиваль является одним из пунктов, на самом деле, сохранения. В будущем, возможно, появится улица с именем Михаила Онищенко. А кто выступил с такой инициативой? Выступил в Самарской областной универсальной научной библиотеке при поддержке Самарской областной организации молодых литерат, в Союзе писателей, Самарского университета, конкретно Сергей Алексеевич Голубков, наш друг. Поэтому здесь мы с первого, конечно, года сотрудничаем, организовываем выставки книжные для тех, кто не знает, потому что не все приехавшие участники знают творчество Михаила Онищенко. Да, вот это очень важно. Нужно их в первую очередь погрузить в материал. Вот я к своему стыду тоже только вчера познакомилась его подробно с творчеством, так-то слышала, но даже не читала поэзию. Мне показалось, что он очень близок Есенину. Вот есть какая-то тревожность, что-то такое вот, даже Русь, да, вот, природа. Вот что-то есть, перекликается или у вас нет такого ощущения? Ну, он разный, но мы все равно считаем его уникальным, потому что действительно похожих ему, наверное, нет. Может быть. Вот по лирике, по тому вот такому какому-то тончайшему, какому-то прозрачному вот что-то есть. Вот если говорить о творчестве Михаила Онищенко в нескольких словах, то чаще всего он употреблял слова река, женщина, бездна, смерть, жизнь, свет. Нет, там Руси не так много, на самом деле. Это, наверное, я попала. Да, вам попалась. Ну, на самом деле, немножко такие мрачные оттенки, они ему свойственны, но, тем не менее, это все равно путь к свету. Да, и глубоко, очень глубоко. Ну, не могу не спросить Софью, ой, извините, Екатерину. Вы стали первый раз участником или уже из года в год читаете свои стихи на фестивале? Я пятый год подряд. Пятый год. Что вас привлекло к этому фестивалю? Ведь в фестивале множество. Почему вы выбрали этот и чем он отличается от других? В чем его особенность, изюминка? Ну, во-первых, это родной мой фестиваль. Это все-таки отличается от поездки в другой город, где ты никого не знаешь и больше выходишь из зоны комфорта, а здесь как-то все свои и всегда приятнее. Во-вторых, мне очень нравится уровень подготовки и участников, и мастеров. В отличие от множества других литературных фестивалей, на фестивале Онищенко участники всегда знакомятся с текстами друг друга заранее, и поэтому обсуждение идет не только со стороны руководителей семинаров, но и со стороны участников. И комментарии, которые тебе дают коллеги и твои сверстники, они порой гораздо более даже интересные и какие-то значимые. И мастера тоже, они ведь подходят с каким-то своим взглядом на твои тексты, но при этом они стараются подсказать какую-то перспективу развития. Очень важно, что в отличие, опять-таки, от других фестивалей, на фестивале Онищенко стараются не покритиковать, а дать совет. Здесь нет каких-то конкретных директив и правил по тому, как писать тексты, будь то проза и поэзия. Здесь есть именно стремление как-то помочь разобраться в себе и в своем творчестве. Ваше творчество меняется? Вот вы чувствуете какие-то изменения? Вы говорите, что вы прислушиваетесь к мнению молодых литераторов, к мнению довольно известных. Что меняется? Я все-таки смею надеяться, что да, все-таки мои тексты трансформируются. Конечно, мне бы хотелось, что в лучшую сторону, но об этом может сказать только читатель. То есть влияние есть, это все не зря. Вот что я хочу сказать, что это дает и пользу, и эффект. Это вот тоже очень важно. И самая еще отличительная черта, что фестиваль-то проводится, ну пусть не с самого начала, в уникальном прекрасном месте живописном, да, нашей области. Это на Самарской Луке, да? Да. Поэтому вот еще что может быть привлекать. Такая красота. Атмосфера важна, конечно. Хочется творить вот в красоте. Да, давайте окунемся в эту атмосферу, посмотрим сюжет и потом продолжим разговор. Превратились пчелы в волосы. Это мир теряет формы. Фестиваль открылся в областной Самарской библиотеке чтением стихов Михаила Онищенко. Здесь же художественная выставка «Бессмертие», посвященная его творчеству. Поэт ушел из жизни в 2012 году. Ежегодно в память о нем на его родине встречаются молодые авторы из разных регионов. Мы хотим, чтобы участники вывозили частичку и памяти о Михаила Онищенко, и частичку «Волги», и «Жигулевских гор», и, конечно, приятные воспоминания о творческих людях, с которыми они общались. Обычно убегаю, спрятав день, едва завижу признаки морфея. Екатерина Агеева стихи пишет в 7 лет. На фестивале она уже сторожил. Фестиваль Онищенко ванлах. Мастер-классы, экскурсии и литературные битвы. На конкурс прислали заявки 300 человек. Отобрали 50 участников. География обширна. Это 12 регионов. Москва, Ростов-на-Дону, Свердловская область и другие. Людмила Михайлова приехала обменяться опытом и пригласила участников на Уфимский фестиваль молодежной поэзии «Миалфест». Участники фестиваля все очень творческие, позитивные люди. Это однозначно вдохновение. В течение нескольких дней участники оценивали произведения друг друга и получили критику мастеров. Это поэты, писатели и редакторы литературных журналов. И Самары, Казани, Кемерово и Москвы. Образ русского эха, дружба народов белого человека. Альбина Гумерова, драматург и прозаик, привыкла быть среди участников. А на этом фестивале впервые оказалась по другую сторону. Все тексты интересные, конечно, есть очень сырые, но даже в этих текстах есть заметно, на мой взгляд, какая-то божья искра, талант. И этим ребятам, конечно, необходима среда писательская. А дальше все будет зависеть от того, кто пишет эти стихи, от этих авторов. Будут ли они расти, будут ли они развиваться, или они забросят это дело. В лучшем случае перейдут в прозу. В худшем случае перестанут писать. А может быть, это и не самый худший вариант. Литература – это не развлечение, это не праздное занятие, это не заработок. Это судьба. Еще продолжим про атмосферу. Вот прочитала отзывы в интернете. Написано «Фестиваль хорош», а один из участников сказал, что у него атмосфера легкости и кутежа. Вот насколько вы с ним согласны, почему вот такое именно появилось восприятие? Всероссийский фестиваль и для нас, для организаторов, и, наверное, особенно для участников, это не только мастер-классы. Ведь у нас в течение двух суток есть экскурсия, обязательно в этом году мы ездили в Ширяево на Есениевскую осень на праздник, ходили в Ширяевские штольни. То есть мы показываем, порой и самарцы даже этих мест не знают, а уж приезжие ребята тем более первый раз видят эту красоту и пропитываются. Это, конечно же, и вечернее общение, это и свободные микрофоны, и литературно-музыкальные вечера. Главное, что порой ребята сидят в своем городе, пишут стихи, общаются с одним и тем же кругом знакомых себе подобных людей и не выбираются за этот круг, за эту зону комфорта. А здесь есть возможность узнать ребят из разных городов, познакомиться с творчеством друг друга. Поэтому атмосфера легкости и творческая дружба, безусловно, она присутствует, она очень важна. И она отчасти подпитывает ребят вот эту творческую энергию, которая им потом позволяет в течение года общаться, творить и совершенствоваться в своем творчестве. Да, Софья, что вы можете еще добавить как соорганизатор? Вот с чем этот фестиваль отличается? На самом деле всегда нужно уделять моменты как учебе, так и действительно развлекательным каким-то вещам. Поэтому под кутюжом здесь имеется в виду именно литературные активности. Мы проводим литературные батлы между семинарами. То есть семинары занимаются отдельно друг от друга, но потом они могут соревноваться между собой в батлах. Вот я еще внимание, извините, обратила на то, что опять же вот в обсуждениях, что здесь проводятся беседы о жизни и споры о поэзии. Екатерина, о чем можно спорить в поэзии? Много о чем. Много о чем. Да. Вот мы, например, две ночи напролет с ребятами спорили после уже мастер-класса о том, чувствует ли поэт свой трагический конец и ощущает ли он свою трагическую роль в литературе. Конечно, на примере Михаила Нищенко мы вели дискуссию. Я почувствовала, да, вот какой-то финал, вот у него всегда, ну не всегда, но был произведение. И что, к чему вы пришли? Ну, мы пришли все-таки к тому, что все-таки трагизм поэта во многом определяется, к сожалению, после его ухода, когда к его текстам внимание растет больше, чем при жизни, к несчастью. Да. Читатели возвращаются, да, и уже видят вот эти строки, где он заявлял очень четко, да, вот о своем финале, да, вот как-то вот, ну часто. Ну, это отличительная черта поэта, они иногда выражаются высокопарно, иногда преувеличивают там трагизм ситуации, да. Многие говорят, что Михаил Нищенко, конечно, чувствовал свою близкую смерть, но все-таки мы ценим его тексты не за это, а мы рассматриваем их в целом. Ну, это отличительная черта его творчества. Если у нас есть фотографии, мы посмотрим сейчас, у вас будет возможность прокомментировать. Вот этот фестиваль, Денис, чем вам запомнился? Это же пятый, юбилейный, наверное, какое-то отношение к нему особое, итоги даже какие-то могут быть. Вот, кстати, в кадре фотографии можете рассказать. Ну, вот мы ежегодно, когда проводим фестиваль, в конце мы не выделяем лучших, мы считаем, что 50 человек, которые мы приглашаем, уже можно сказать, что лучшие. Мы вручаем им диплом участников за подписью министра культуры, председателя Союза писателей и Организации молодых литераторов. Вот можно видеть, какие красивые виды, какая природа красиво окружает. Вот это то веселье, которое... Да, Екатерина очень радостная. ...на мероприятиях, уже развлекательных мероприятиях. Открытие у нас ежегодно проходит в областной библиотеке, потом мы перемещаемся в село Зольное, в детский лагерь Жигули. И вот обязательно у нас есть, в этом году было приятное событие, группа Just Guy Jam выступала музыкальная группа, которая скрасила стихи музыкой. И у нас было представление литературных журналов из разных регионов, чтобы ребята могли познакомиться, что где выходит и где можно опубликоваться. Вот Галина Климова, это город Москва, журнал «Дружба народов», крупный литературный журнал, приезжала к нам, вела мастер-класс, презентовала журнал. Вот вы видите элементы игры, мы играли в игру, которая называется «Коротовые норы», на командное взаимодействие, на общение, посещали штольни, шеряевские штольни, и тоже таким образом приобщались к красоте Жигулевских гор. Альбина Гумерова, прозаик из Казани, которая вела мастер-класс и часто публикуется в «Русском эхо», ребята у нас выступали из Академии культуры, замечательные стихи Михаила Онищенко читали. Евгений Петрович Чапурных, наш самарский классик, можно сказать, который знал хорошо Михаила Онищенко, и который с ним долгое время дружил, и творил тоже мастер-классы. Да, персоны, вы тоже знакомые. Анатолий Беляков, тоже поэт самарский, кстати, впервые был на фестивале. Вот семинары были по 12-13 человек, такой формат литературного института, где можно за пару дней, в принципе, довольно подробно поговорить по текстам участников семинара и дать им какие-то ценные рекомендации, советы. А звездочки были, открыли новых поэтов, подающих надежды? Я всегда очень боюсь выделять кого-то одного или двух, потому что потом обидится там 40 человек, которые еще приехали, скажут, ну вот Катя Агиева, которая постоянно участник, наверное, не зря ее выбирает ежегодно, наверное, чем-то она запоминается и выделяется. Много ребят хороших, интересных и по прозе, и по поэзии. У нас, кстати, мастер-класс прозы, в том числе, был Андрей Олег, она замечательный прозаик, совсем молодой, недавно вошедший в шот-лист премии «Дебют всероссийской» и уже в 32 года имеющий две книги, выпущенные в Москве. А также мы приняли участие, вот Александр Ананчев выступает на празднике «Есенецкая осень» в селе Ширяево, куда мы ездили. Вот все-таки связь с Есениным какая-то, но есть. Ну, тут скорее наша возможность показать жителям Самарской области, какие у нас есть замечательные самарские молодые ребята и не самарские. Это тоже выход в люди, выход в народ, всегда важно иметь своего читателя и слушателя. Леонид Немцев, наш прекрасный поэт и кандидат в феологических наук, тоже был ведущим. А соотношение прозы и поэзии на вашем фестивале в каком? Традиционно у нас два мастер-класса поэзии, это по 15 человек, и один мастер-класс прозы. Хотя в этом году прозы, вот может быть, одна из тенденций, вы говорите об особенности. Вот это даже не вся наша группа, но как-то большая ее часть здесь на фотографии представлена. А в этом году было очень много прозы, действительно качественной прозы, об этом Альбина Гумерова говорила. Поэтому вот «Молодежная волна», журнал, который выйдет по итогам нашего фестиваля, я думаю, будет интересно найти его в библиотеке. Каким мы по библиотекам распространяем? И почитать молодую самарскую, и не только самарскую, молодую российскую литературу. Да. Ну вот мастер-классы, основное направление на что? Что преподают? Что дают? Какие знания? Какие навыки? О чем говорят? Ну вот, наверное, Катя лучше скажет, насколько она непосредственно участник мастер-класса. Ну, я в этом году имела счастье поучаствовать еще в семинаре прозы со своими первыми прозаическими. У вас тоже проза? У вас только поэзия? А теперь уже и проза тоже. Вот видите, как расширяет. Для того, чтобы, так сказать, сравнить, как все-таки работают два мастер-класса, ну, наверное, в мастер-классах поэзии делается упор все-таки на какую-то техническую часть, на умение работать со словом и правильно подыскивать слово. Скажем так, это была основная тема наших мастер-классов, как найти то слово, которое отразит все смыслы. Вот. А на семинаре прозы, конечно, слово тоже играет огромную роль, но здесь все-таки ведущие семинары стараются взглянуть как-то более целостно на то, как автор умеет выражать идею и доводить ее до конца. Сможет ли он удержать читателя на вот этой одной захватывающей ноте? Да. Ну, не могу не попросить вас прочитать одно из ваших стихотворений, какое вы сегодня подберете по настроению для нашего эфира. Пастух опять идет читать овец. Сегодня он меня не досчитался, а я застряла в чьем-то долгом сне. Как шестерней руководит венец, или корабль пройти решился галсом, так я брожу уверенно во сне. Обычно убегаю, спрятав день, едва завижу признаки морфея, но что-то изменилось в этот час. И скотный двор всех сонных деревень меня лишился, сбившись и робея в признании, что девственная связь реальности, в которой правит свет, и близнеца одноутробной смерти навечно прервалась, закончив бой. Сквозь вечность сна душа сошла на нет, овечкой белой выпрыгнув из сердца, забывши, что была когда-то мной. Да, ну здесь есть философия, и больше того скажу, что у нее нужно даже разбираться и читать, и слушать не один раз, чтобы понять весь этот смысл. Ну, великолепно. Спасибо большое. Поздравляю вас. Софья, а что будет дальше? С какими впечатлениями вы вышли из фестиваля, и как он продолжится даже вот в вашей научной библиотеке? Впечатления у меня от фестиваля самые позитивные, на самом деле, с точки зрения организатора подходят по-другому, а не без другую картинку. Ответственнее, конечно. И есть, конечно, некоторые доли облегчения, что ура, мы это сделали, и получилось хорошо, мы обращаем внимание на обратную связь, поэтому обязательно смотрим, какие отзывы о фестивале от участников. Хорошо, что их много каждый раз, есть на что ориентироваться. И так как мы делаем выставки, в том числе в библиотеке, у нас есть... А вот и пригласить, может быть, в настоящее время будет? До субботы, до 14 октября действует выставка, она называется «Михаил Онищенко. Бессмертие». Выставка художественных работ. Художники писали свои картины на мотивы стихов Михаила Онищенко. Три художника заслуженных, и был конкурс, где мы отобрали шесть лучших работ во всей Самарской области у нас участвовали. Тоже они там на этой выставке представлены. В рамках выставки проходят литературные вечера, и вот в пятницу, 13-го числа, можно посетить поэтически свободный микрофон и прочитать, свободно абсолютно прочитать любимые три стихотворения Михаила Онищенко. Да, но здесь будет оцениваться, наверное, мастерство чтения, да? Или нет? Цель какая? Цель, на самом деле, поделиться любимым. То есть любимым стихотворением у каждого оно свое, и поэтому вечер так и называется. Вспоминаем Михаила Онищенко, то есть делимся любимым действительно творчеством его. Да. А у вас, Денис, есть любимое стихотворение, которое вы даже смогли бы прочитать, будучи участником вот такой работы? Вы знаете, я готовлюсь сюда к 13 октября, в 18.30 у нас будет свободный микрофон, куда я приглашаю всех, потому что такой ответственный момент, и тоже там почитаю стихи Михаила Онищенко, если мне надо, вот такое право. И, конечно же, я тоже повторно хочу, как и Софья, пригласить всех на выставку. Выставка довольно уникальна по своему наполнению, по взгляду художника на литературу. Это всегда интересно, как представитель родственной творческой профессии смотрит на поэзию. Поэтому я думаю, что любому культурному человеку такую выставку, она бесплатная, посетить обязательно нужно. И прийти на свободный микрофон даже не столько для того, чтобы, может быть, почитать стихи, но и послушать, прикоснуться к творчеству Михаила Онищенко. Потому что, к сожалению, мы сегодня об этом говорили, что вспоминают о человеке часто уже после его смерти, но и вспоминая плохо знают и творчество его самого. Вот такие мероприятия не дают возможность окунуться в творчество Михаила Онищенко, который является нашим культурным достоянием, Самара. Вот об этом нужно заявлять. И я вижу издание такое интересное, с интересным очень оформлением. Софья, это вы принесли, да? Расскажите о нем. Где можно даже приобрести? Или у вас в библиотеке можно взять? Разумеется, книги Михаила Онищенко есть в библиотеке, их можно брать и читать, и делать это нужно. Книги есть в Союзе писателей на Самарской 179, Доме журналиста. Там есть отделение Союза писателей России, Самарское отделение, их можно приобрести. А эта книга, это избранные сочинения по итогам шести сборников. Вот в 2013 году было издано избранное вот такое вот собрание. Почему она в суперобложке? Потому что мы делали выставку, и художники решили сделать ряд книг в таких суперобложках. То есть это работа каллиграфа Николая Воронина. То есть он увидел стихи Михаила Онищенко с такой вот обложкой. То есть это такая авторская задумка. Да. А на какие моменты из биографии этого поэта, о котором, вот как мы сейчас уже сказали, но это реальность, вернулись уже к после смерти, и даже сегодня мало, может быть, биографических каких-то данных, мало что знают о нем. Вот о чем важно сказать сегодня? Важно сказать о том, что он сменил, конечно, множество работ, но работал даже в городской администрации. И конец жизни он уже жил и работал в стиле Шелехметь Самарской области. Там частный дом, он до сих пор сохранился. То есть вот такая вот... А музея нет? Музея нет, об этом речь, кстати, будет вестись скоро, да. Но как бы у нас с музеями пока что тяжело, конечно, все в Самаре. Но все, что можно сказать о поэте, и все, что он сам хотел сказать о себе, он сказал в своих стихах. И поэтому, конечно, биография у него и богатая, и интересная, и были взлеты и падения, как у любого, наверное, творческого человека. Но все это есть в его стихах, и по этим стихам очень интересно. И в прозе. И в прозе, да. Очень интересно следить за развитием этого уникального человека. А стихи действительно очень-очень интересны. И с ними просто кто-то еще не знаком, познакомьтесь. Если вот вы возьмете сейчас книгу, да, вот просто вот открыть, какие-то строчки, чтобы зрители тоже, кто еще не познакомился, может быть, вот какое-то стихотворение, чтобы вот эту атмосферу, вот почувствовать, что это за поэт. Потому что для меня вчера это было потрясение, действительно, поэт, который оставляет настроение не всегда там радостное, да, вот именно. Ну, насчет не всегда радостного настроения, я хотел почитать одну из своих любимых у Михаила Онищенко. Это очень печальное стихотворение. На отшибе погоста пустого, возле желтых размазанных гор, я с кладбищенским сторожем снова беспросветно веду разговор. Я сказал ему, видимо, скоро подойдет неизбежный черед. Но ответил кладбищенский сторож, тот, кто жив, никогда не умрет. Я вернулся домой три ночи, все ходил и качал головой. Как узнать, кто живой, кто не очень, а кто вовсе уже не живой? Под иконой свечка горела, я смотрел в ледяное окно, а жена на меня не смотрела, будто я уже умер давно. В тихом доме мне стало постыло, взял я водку и пил из горла. Ах, любимая, как ты остыла, словно в прошлом году умерла. Я заплакал, и месяц заморожь усмехнулся в ночи с малиной. Ах, ты сторож, кладбищенский сторож, что ж ты, сторож, наделал со мной? Да, действительно, это уже философия, тема жизни и смерти здесь все пронисло. И вообще, само понятие, когда человек живой, когда мы можем человека, который живет, назвать живым, вот в этом бы тоже разобраться, задуматься. Действительно. Когда поэзия заставляет задуматься над какими-то вещами, которыми порой в быту и в стихийной жизни мы не успеваем в быстротекущей подумать, вот это, наверное, и есть настоящая поэзия, которая заставляет остановиться и оглядеться, и посмотреть внутрь себя, и вокруг себя. Вот это очень важно. Да, кстати, вот когда Екатерина читала свое стихотворение, и вот аналогично Денис, стихотворение Михаила Неченко, у меня возникли такие адекватные, не адекватные, а аналогичные эмоции. Я себя на этом поймала, значит, вот все-таки связь есть, и это оставляет отпечаток и в вашем творчестве. Я хотела поинтересоваться, как сегодня проводится работа с молодыми литераторами. Вот на что может рассчитывать, на какую поддержку с вашей стороны, с вашей стороны, может быть, даже с вашей, Екатерина, молодые люди, которые занимаются, вот только, может, приступают к поэзии и к прозе тоже. В Самаре есть несколько литературных студий, совершенно открытых для участия бесплатных. Это литературная студия при областной библиотеке, которую ведет Евгений Чапурных, наш прославленный самарский поэт. Это литературная студия при Союзе писателей для молодых авторов, которые ежемесячно собираются в Союзе писателей на Самарской 179. Это литературная студия при Городской 25-й библиотеке на Карла Маркса 21, совершенно недалеко, кстати, от телекомпании ГИС находится. И там каждое воскресенье в час дня тоже можно приходить со своими текстами, приносить их, присылать. И в свободной форме, в свободном общении мы говорим об этих произведениях и помогаем из хорошей литературы делать литературу еще, делать гениальную литературу. Можете ли вы сказать, что интерес к поэзии у молодых литераторов сегодня возрастает? Интерес к поэзии очень большой сейчас и к литературе в целом. Там очень много ребят пишут, очень много публикуется в интернете, но, как и в любом деле, в литературе тоже нужно иметь определенные навыки, умения, знания. И в литературе тоже нужно учиться, уметь писать тоже нужно учиться. Сидеть дома творить нужно одному, наверное, но с этим своим творчеством нужно куда-то приходить, чтобы узнать мнение другого. Потому что в интернет чаще всего пишут, пишут, не в стол, а раз на сайте, вот есть же у нас известные, популярные, выкладывают свои произведения. Вот есть, это всегда хорошо или есть здесь вот какие-то вот и плюсы, и минусы, на ваш взгляд? А кто с этим стал? Это неизбежный процесс, на самом деле, что сетевая поэзия сейчас является очень популярной. Это естественно, то есть это эволюция. Мы до этого дошли. С этим нужно сотрудничать, да, получается? К этому можно по-разному относиться. Это можно как-то оценивать по-своему, с профессиональной точки зрения в том числе. Но говорить о том, что 100% это качество, конечно, об этом никто не говорит. И популярные сайты, там, стихи.ру, и разные в социальных сетях тоже паблики со стихами, ну, это дело вкуса и дело, ну, читательской компетентности. То есть, если... Там можно встретить хороших авторов, но и плохих тоже. Поэтому здесь нужно иметь некоторый навык для того, чтобы отсеивать плохих авторов от хороших. Конечно, Графоманы есть. Ну, сами молодые поэты, они могут размещать и, в принципе... Да, да, да. И также они могут получать обратную связь. Это удобный, быстрый способ получения обратной связи. Да, какую-то оценку. Но все равно живого общения это не заменит. Да. Вот такое, которое есть на фестивале. Следующий год это в шестой уже раз будет проводиться. Уже обычно, когда только заканчивается, уже есть какие-то наметки на то, что чтобы в следующем году сделать такого, чтобы... Есть уже планы какие-то? Или еще... Ну, планы, как минимум, есть провести фестиваль. Провести и, возможно, даже увеличить количество дней. Потому что, ну, мы так поняли, что участники хотят, чтобы это было чуть-чуть подольше. Да, Катя? Да. А на сегодняшний день сколько это длится, фестиваль? Два дня. Два дня. Два соток, да. Да, тем более, если из других регионов приезжают, городов, то можно возможность остаться, побыть здесь, да, в такой компании, получить оценки и даже стимулы для творчества, да. Вот этого же я желаю и вам, и как организаторам, и творческим людям. Спасибо за то, что вы делаете. Всего самого хорошего. Спасибо. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания.